В этом видео мощный плагин менеджер загрузок для WordPress, где вы можете организовать на своем сайте очень мощный сайт по скачиванию разного рода файлов. Это может быть фото, видео, аудио, делать различные шаблоны для каждого отображения, прослушивать аудио онлайн прямо с сайта, информацию об аудиофайле. Скачивать можно бесплатно, как и сделать ограничения, например, по условиям подтвердить политику конфиденциальности, только после этого скачать. Возможно настройки скачать только по паролю и скачать, используя коммерцию, то есть подключить плагин, например, PayPal и ваши файлы будут платными. Видеофайлы, то есть по кнопке скачать файл, видео можно просмотреть, потом его скачать, например. Можно организовать этим же плагином кабинет для пользователя, где будет вся информация, его логин, его аватарка, сколько он скачал всего. Он может изменить профиль свой, своя страница регистрации на сайте, не похожая на WordPress. Все это делает плагин. Плагин условно бесплатный, скажем, в целом он бесплатный. Но на него, от этого же разработчика, есть аддоны, которые позволяют расширить еще большую функциональность. Например, разные шаблоны, разные плагины коммерции, ну то есть чтобы файлы могли быть платными и так далее. Давайте рассмотрим данный плагин. Сразу информация для тех, мне как-то писали в комментариях, что смотрели большое видео, 40-минутное, потраченное время зря и так далее. Сразу предупреждаю для всех этих людей. Видео будет, скорее всего, это долгим. Так что будьте аккуратны, внимательны, не потратить свою жизнь зря. Итак, давайте рассмотрим данный плагин. Итак, сначала как найти данный плагин. Плагин на русском языке, у него даже заголовок русский. То есть вот так вы его не найдете. Кстати, это он и есть. Вот его иконка. В поле поиска плагинов вы пишете его вот так вот по-английски обязательно. Download Manager. И вот его иконка, вы сразу поймете, что это он и есть. Видно, что он у меня уже установлен и активирован. Вы его также устанавливаете и активируете. После того, как вы нажали активировать, у вас вот здесь вот будет по-русски загрузки и всякие возможные здесь настройки, все здесь. Переходим в загрузки, давайте знакомиться с данным плагином. Здесь у вас будет пусто, потому что вы изначально не добавили еще ни одной загрузки. Я добавил три загрузки. Кстати, у каждой загрузки есть шорткод, который вы можете скопировать и вставить на любую страницу, на любую запись вашего сайта. То есть я сделал так. Страница, главное, я вам прямо покажу сейчас. Главная страница. Просто вставил подряд вот так вот три шорткода, добавил три файла. То есть первый шорткод я сделал скачать изображение, второй скачать видео и аудио. На сайте это выглядит так. То есть вот так вот это выглядит. В компактном виде кнопка скачать можно, то есть сразу скачать. Позже поговорим об условиях, да, как это все делается. Или человек может кликнуть по заголовку файла, увидеть, например, можно постер загрузить к вашему файлу и оставить комментарий. То есть вы можете любую страницу сделать прям вот как страница загрузки. Также это может быть и запись. Давайте я вот так вот все удалю и заново мы с вами все проделаем. Вот эти три файла я также удалю. Применить. То есть у вас будет вот так. Давайте сначала пройдемся по настройкам. Значит здесь добавить новый файл для загрузки, разберем. Метки это просто метки по логике WordPress. Как в самом WordPress можно делать метки. Если вы хотите сопровождать метками ваши файлы, здесь надо будет создавать метки обычным способом. Здесь имеются свои категории, которые, ну, тесты я уже создал. Со своими правилами и условиями. Здесь вы можете видеть новые настройки. Тоже коснемся. Менеджер. Доступа. Здесь вы можете в корне сайта создать дополнительную папку, если файлы будут лежать непосредственно на вашем сайте. Те, которые будут скачиваться. То есть это корень вашего сайта. Будьте аккуратнен, не удалите файлы WordPress, потому что мы сейчас видим реально файлы WordPress. Здесь я создал папку фото. Я могу здесь зайти по ней и увидеть здесь изображение. Вот здесь показан путь, корень. Перейти домой, то есть вернуться в корень сайта. Здесь вот кнопки есть. Вы можете добавить новую папку. Только называйте обязательно английскими буквами. Написали, нажали на эту кнопку. Папка создалась. New File, можно создать новый файл. Дальше загрузить файл, загрузить файл. С компьютера, то есть сюда. То есть зашли в папку фото, нажали загрузить файл. И прямо отсюда загрузили файл. Дальше есть кнопка удалить и кнопка на весь экран. То есть не обязательно файлы хранить в корне сайта. Можно использовать даже Media Manager. То есть загружать файлы через Media Manager. Дальше шаблоны. Здесь тоже мощная история. Разного вида есть шаблоны. Вот здесь на каждом шаблоне есть кнопка превью. Шаблоны страниц. Тоже можно смотреть. Да, видите, нас предупреждают, что пользовательский редактор шаблонов доступен только в Pro-версии данного плагина. То есть есть у нас какие-то ограничения тоже. И шаблон писем. Это интересная тема. Вот один я шаблон отправил. Мы не сможем, правда, с вами протестировать, так как я на локальном хосте нахожусь. Но если вы на хостинге, вы должны понимать, что здесь вы можете править шаблон. А шаблоны писем, именно как он будет приходить на почту людям при разных условиях. Например, он получил доступ к этому файлу и так далее. Здесь вы можете выбрать шаблон письма. И вот здесь вот демо, видеть, как выглядит данный шаблон. Кнопка сохранить изменения. То есть, например, выбираете какой-то шаблон, который вам нравится. И дальше редактируете. Вы видите, я загрузил уже свой логотип. Логотип загружается вот здесь по кнопке. Сюда прям загружаете логотип. Выбираете и все. Логотип помещается сюда в письмо. То есть, вы брендируете даже письма, которые приходят на почту через ваш сайт, этот плагин. Дальше фоновое изображение свое можно загрузить или выбрать из предложенных. То есть, выбрали, например, какой-то... Просто кликнув по картинке, нажали сохранить. И все. Вот сзади такой фон, желтый. Текст в подвале. В шаблоне письма, если хотите расположить, здесь пишите ссылки, там, где вы есть Facebook, Twitter, YouTube. К сожалению, русских соцсетей здесь нет. То есть, здесь все просто. И причем, какой шаблон-то мы с вами смотрим? Наверху мы видим с вами, по-русски написано, основной шаблон электронной почты. То есть, который, скорее всего, приходит, например, когда человек зарегистрировался. Оповещение о регистрации пользователя. Ну, вот тут все написано. Оповещение о регистрации пользователя админ. Здесь кастомный админ. Оповещение сброса пароля. То есть, вы на каждое это письмо должны зайти вот сюда по слову «Редактировать». Открывается вот такой вот редактор, где вы можете настроить более тонко. Опять же, здесь нужны навыки умения пользоваться, например, вот такими вот шорткодами. Здесь шорткоды, которые мы вот так копируем, как он есть. Вставляем в тело письма. Вот сюда, например. А вот здесь вот идет описание, что это будет. Home URL of your website. То есть, это будет ссылка на главную страницу вашего сайта. То есть, она в письме выглядит, например, вот так, шорткодом. Но в самом письме, когда письмо будет приходить, там будет ссылка на главную страницу. Просто копируйте шорткод, который вам нужен, и располагайте его. Ctrl-V вставить. Вот, вставил я. Потом нажали «Сохранить изменения». Но только помните, я еще раз повторюсь, имя отправителя. Тут название вашего сайта. Но вот здесь вот, от кого, обычная почта Mail, Яндекс, Gmail, Rambler не подойдет. Здесь нужна специальная почта, привязанная к домену. Об этом у меня уже есть уроки на сайте. Просто эти письма не будут с вашего сайта доходить. Если здесь будет, так скажем, лоховская почта, не побоюсь этого слова. Ну, простятская почта, да. Вот пример обычной почты, которая не подойдет. Также есть предварительный просмотр, как приходит письмо. Красиво, не так ли, да? То есть кнопка Download. Соответственно, все письма, когда вы редактируете, все, что здесь на английском языке, надо перевести и посмотреть. Кнопка Download тоже по-русски можно написать, переименовать. Повесить ссылку на эту кнопку Download, если вам нужно туда что-то повесить, какую-то ссылку и так далее. Все, изменили, нажали сохранить изменения. Можете потестировать сайт ваш, где-то пока он на хостинге, как приходят письма и так далее. Дальше, посмотрели, смотрим следующий шаблон. Заходим. Здесь другие уже поля, чтобы понять, что за шаблон. Кстати, заголовок тоже. Вот этот надо будет перевернуть на русский. Вот этот шорткод, мы его не трогаем. Вот он как есть, так и есть. Он будет здесь подставляться, например, имя пользователя. Вот это все переводим, вот это все переводим, чтобы просто понять, что за письмо. Ну и, конечно, чтобы на русском все приходило. Вот все, что в квадратных кавычках, просто помните, это шорткоды. Мы их не переводим ни в коем случае, как они есть, так и оставляем. Здесь динамические данные подставляются вместо вот этого шорткода. Вы должны понимать. Все с письмами, я думаю, здесь понятно. Бегло пробежались. Идем с вами дальше. Дополнение. Вот это уже самое интересное. Прежде чем с дополнениями знакомиться, вы должны разобрать полностью этот компонент, понять, как он работает, его принцип, а потом уже смотреть дополнение. Здесь, как правило, вы видите платные дополнения. Чтобы понять, что за дополнение, можете кликать по заголовкам и в новой вкладке браузера на сайте разработчика смотреть скриншоты, что это такое, что это за платное, что это дает. Как правило, бывают кнопки превью. В данном случае здесь нет. Здесь есть описание, можете перевести, ознакомиться. Есть даже видео, как это применить и так далее. То есть здесь много разных дополнений под разные условия. Здесь есть кнопка free. То есть это отсортировать бесплатные. То есть это вот эти все бесплатные. И здесь вот, например, есть Gutenberg Blocks. Вот этот мы, наверное, с вами рассмотрим. Им будет удобно пользоваться, если мы хотим через Gutenberg вставлять шорткоды наших файлов в записи и страницы. Позже, скорее всего, рассмотрим. Здесь надо, опять же, смотреть, да, переводить вот эти вот описания, что и с чем это. Также здесь есть еще free templates. То есть это бесплатные шаблоны. Вот есть просто шаблоны все вместе здесь и платные, и бесплатные. А вот здесь free templates. Опять же, шаблоны, я так понимаю, всего сайта. Вот здесь вот есть live preview, чтобы посмотреть в полной красе демонстрацию данного шаблона. Я так понимаю, эти шаблоны заточены. Здесь описание, кстати, как их установить, что настроить. Заточены вот под этот менеджер загрузок. Кстати, сейчас я использую Astra. Тема Astra бесплатная. То есть как смотрятся файлы, в принципе, неплохо на этой теме. Но если хотите, можно даже здесь скачать и бесплатную тему для ваших вот этих вот файлов. То есть прямо отсюда вам предлагают загрузить install. Вот видите кнопка install. Если нажму install, тема сразу установится. Но опять же, надо в ней тоже разбираться, ее установить, настроить и так далее. Дальше история. Здесь будет история загрузок. То есть скачек ваших файлов. Вот тут показано, что админ. То есть я скачивал, тестировал. Поэтому здесь и помечается, что это я все скачал. Очистить журнал. Есть кнопка. Все, история журнала очистена. И настройки. Давайте пройдемся по настройкам. Первый basic настройки. Сообщение. Доступ запрещен. Здесь на русском пишите. Ну доступ закрыт. У вас тут на английском будет. Сообщение требуется вход. Здесь смотрите. Ссылка. Мы ее не трогаем. Но вот здесь вот нужно переименовать. Вот как я выдел. Please login to the loud. То есть пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы скачать. То есть вы здесь вот эту фразу переименовываете на русский. Изменили данные. Нажали. Вот здесь не забыли. Сохранить настройки. Ниже у вас будет подставляться базовый каталог файлового браузера. Здесь ничего трогать не надо. А вот доступ к браузеру файлам. Здесь администратор. Можете выбрать. Например, это уже роли. Автор, редактор. Вот это эдитор, это редактор. То есть это группа пользователей, которые состоят вот с этими правами. То есть права автор, права редактор. Администратор это вы. То есть все права у вас есть на сайт. У вас есть доступ. Честно говоря, я не совсем понимаю вот именно владение этой опцией. Что за доступ. Это надо уже более детально разбираться в данном компоненте. Чтобы понять вот эти права здесь. То есть я здесь оставляю вот как есть администратор. Некоторые опции, я думаю, не нуждаются в объяснениях. Но вот на русском идет подсказка. Если хотите применить, очищать ими файлы, ставим просто галку и сохраняемся. Поэтому я буду бегло пробегаться, чтобы как можно меньше потратить времени, но осветить данный плагин. Здесь вот я ничего не трогаю. Буду акцентировать свое внимание на важных настройках. Скорость скачивания я не трогал. Вот как есть, так и есть. Заблокированные IP-адреса. Один на строку. Я не знаю, какие-то злоумышленники или какие-то нехорошие дядьки бомбят там спамом. Здесь можно IP-шник заблокировать данного человека. И каждое IP на новую строчку. И написать сообщение для заблокированного IP. То есть человек даже поймет, за что он был заблокирован. Вот это вот прикольная опция. Загрузка с докачкой. Включено, стоит. Например, файл был недокачан. Закрыли браузер. Открыли браузер. И должно, по идее, с того же места начать скачиваться файл. Следующая опция достаточно важная. Здесь по-английски написано. Установите этот флажок, если вы хотите замаскировать ссылку для загрузки файла. Если вы разблокируете ссылку для скачивания боты, ну то есть это роботы, боты смогут легко найти любую общедоступную ссылку для скачивания. Если у вас приватные файлы, вот у меня стоит точка mask download link, то есть маскировать. То так и оставляем, замаскированно. Ниже можно подключить рекапча от Google. Это надо пойти на Google, создать там ключ доступа и подсоединить сюда. Тогда будет работать рекапча. Дальше, дополнительные настройки. Давайте здесь уже на практике поработаем. Страница входа. Пускай будет страница demo 9. То есть вот это все, то что вы видите, это просто созданная страница в самом WordPress. Вы создаете, идете в меню, создаете страницу. У меня уже создана demo 9. Я выбираю demo 9. Дальше я копирую вот этот шорткод. То есть я делаю страницу входа через этот плагин на сайт. Изменения внесли, нажали внизу кнопку сохранить настройки. Дальше я перехожу страницы. Ищем demo 9. Захожу внутрь. Просто вставляю шорткод вот прямо в Гутенберг. Обновить. Пойдем на сайт. Обновим страницу. Demo 9. Вот так выглядит страница авторизации. Аватарка подтягивается от почты, которая используется на этом сайте. Я как администратор, я уже здесь залогинен. Вы уже вошли. Панель управления. Ну, это мой аккаунт. Профиль мой. Соответственно, меню вы не называете demo 9, а вы называете его вход на сайт. Точно так же по аналогии вы создаете страницу регистрации. Здесь все на русском. И страницу панели управления. То есть как вот я сделал здесь. Кабинет. Вывел я также шорткодом. Дальше. Следующая вкладка настроек. В принципе, здесь, вот где Bootstrap и отключить стили, можем, в принципе, ничего не трогать. На сайте разработчика есть документация о том, как подключить какой-то шаблон. И в каких-то случаях они показывают, что надо перейти сюда, отключить там вот это, отключить это и так далее, чтобы лучше отображался внешний вид сайта. Но в данном случае, используя шаблон Astra, я не думаю, что здесь надо что-то отключать. Хотя можно поэкспериментировать, посмотреть, как будет лучше смотреться. То есть это все визуальные эффекты. Внешний вид, отображение сайта, используя данный плагин. Дальше управление цветами. Успешно, например, скачанный файл и так далее. Можно менять. То есть Default, Hover и активное. Три состояния кнопки. Default кнопка, Hover при наведении, активная кнопка. Та, на которую нажали. Цвета для каждого момента. А дальше уже кнопка загрузки. Это у нас идет размер. Сразу видим предпросмотр. То есть скачать файл. Дальше без стиля. Синяя, серая, зеленая. Радиус, скругленные края кнопки можно задать. Это страница сведений. Также кнопку настроить страница короткого кода. Чтобы понимать, где что это отображается, две эти кнопки, вам нужно собрать сайт с вашими файлами для скачки. Вы увидите эти кнопки. Например, здесь она зеленая. В другом месте она синяя. Так как она здесь сейчас выглядит. Вы потом возвращаетесь в эти настройки. И уже с сознанием дела меняете эти кнопки под себя. Внесли изменения. Не забыли нажать на кнопку сохранить настройки. Дальше. Апгрейд. Я так понимаю, это апгрейд на Pro версию. Здесь нужно зарегистрироваться на сайте разработчика. Здесь мы залогинимся. И нажмем обновиться. Так как сам плагин бесплатный. Он скорее всего должен обновляться через обычный репозиторий WordPress. Далее идут настройки безопасности. Первый чекбокс. Не храните IP адрес посетителей. Если хотите хранить, ставьте птичку. Далее чекбокс. Если пользователь удаляет свой аккаунт у вас. То есть он может удалить свою историю. И вообще себя с сайта. Можно поставить птичку, чтобы вся информация удалилась с этого пользователя. Который сам уже ушел с вашего сайта. Далее у нас идет кэш и статистика. Вот эта кнопка удаляет кэш. Вот эта удаляет статистику. Здесь настройки у нас закончились. Теперь давайте вернемся к категориям. Вы помните, я вам показывал тест. Я уже создал. Название пишется здесь. Внизу кнопка добавить новую категорию. Создается вроде так же. То есть это разбивка ваших файлов по категориям. Например, у вас будут видеофайлы, аудиофайлы. То есть добавить категорию для видеофайлов, для аудио. Вот примерно так вот. Разграничение. И дополнительные опции. Категория изображения. Можно выбрать изображение для категории. Ниже выберите роль, которая должна иметь доступ к пакетам в этой категории. Я так понимаю, можно будет сразу массово скачивать. Все пользователи выбрать. И идут уже роли, кто может пакетово обрабатывать. То есть скачивать файлы. В данном случае я здесь ничего не трогаю. Это уже надо полностью собрать сайт и смотреть уже. И дальше шаблон страницей категорий. Опять же, на словах, насколько это будет понятно, это нужно визуально смотреть, как это работает. Стоит у меня не применять. А можно выбрать, использовать шаблон ссылки. Шаблон ссылки, это наш шаблон, который я удалил. Сейчас показать не смогу. Именно информация о данном файле. Кнопка скачать, вот это расположение всего этого. Можно здесь настроить, если мы поставим точку использовать шаблон ссылки. Так как здесь можно выбрать шаблон из готовых. Это вот это все на английском, это просто название шаблонов. Дальше, элементы на страницу. Тоже, чтобы понимать, как это работает, нужно создать несколько файлов, потом прийти сюда в категорию. Например, поиграться, уменьшить элементов на странице и так далее. Панель инструментов, показать, скрыть. Количество колонок для декстопов. Можно управлять количеством колонок. То есть это уже для адаптации мобильных устройств, потому что на планшете в одну колонку информация будет отображаться. Для смартфонов тоже в одну колонку. Соответственно, можно менять количество колонок для разных устройств. То есть вы пока просто создаете категорию, здесь можете особо ничего не менять. Теперь самое интересное, добавлять файл как? Вот все файлы, добавить файл. Добавить файл. Вот эта кнопка, это дублирующая вот эта кнопка. Добавляется вроде как обычная запись. Здесь даже нет Гутенберга. Здесь классический редактор WordPress. Заголовок. Пускай будет файл один. Здесь можете описание написать. Описание вашего файла. Давайте сначала пройдемся в этой колонке. Отрывок можно также указать. Отрывок это как вступительный текст. Как в записи WordPress. Есть произвольные поля, но в данном видео мы рассматривать их не будем. Дальше. Вот эта информация интересна. Вот последняя вкладка. Версия. Если ваш файл имеет версию, можете ее указать. Просто написать, например, 1.0. Ярлок ссылки. Если нужно, можете написать. Я это не записываю. Размер файла. Там 10 мегабайт, например. Ограничение наличия. Я так понимаю, сколько файлов в наличии есть. Если нет, ограничение 0 стоит. Просмотр количества. Я тут ничего не трогаю. Скачивание количества. То есть, я так понимаю, можно поставить ограничение на количество скачиваний. Доступ. Как раз роли пользователя. То есть, допустим, доступно всем. Страница шаблона. Давайте пока не будем шаблон трогать. На примере посмотрим разновидности шаблонов уже на сайте. Дальше. Настройка блокировки. Вот это интересная вещь. Тоже коснемся чуть позже. А иконку выберем сразу. Для вашего файла. То есть, если это видео, надо посмотреть видео иконку. Но я повозьму какой-нибудь посимпатичней. Эту часть мы заполнили. Теперь смотрим в маленькую правую колонку. Здесь как раз-таки мы загружаем файл. Можем выбрать с компьютера. Можем URL. Например, с Dropbox. Ставить здесь. Выбрать из библиотеки. Уже если загружен к вашему, на ваш сайт. Пускай это будет картинка для скачивания. Кстати, ее здесь, когда вы выбираете, можно защитить файл. Вот так вот защищается он. Вот так изъять защиту. Блокировать прямой доступ. Давайте пока блокировать не будем. То есть, допустим, это какая-то картинка, которая ваша уникальная. Только на вашем сайте доступна. Выбрали, значит, изображение. А, еще есть выборы на сервере. Вот то, что я вам говорил, в папку создавать, можно прямо отсюда добавлять. Здесь опубликовано, здесь все стандартно. Вот категория. Категория тест. Это та категория, которую в этом плагине я создал. Изображение записи, наверное, лучше добавить. Например, какая-то миниатюра. Это уже настройки шаблона идут. Мы это не трогаем. Вот давайте посмотрим. На сайте сейчас это у нас не появится. Кстати, появляется корзинка удалить файл. Если мы просто кликнем по загрузкам. Вот наша первая загрузка. Но у нашей загрузки есть шорткод. Мы его копируем и вставляем там, где нам нужно на сайте. Это может быть запись, это может быть страница WordPress. Немножко неудобно брать шорткод, потом идти в запись или в страницу и вставлять шорткод. Скорее всего, можно будет поставить специальный аддон для Gutenberg. Но пока возьмем шорткод. И давайте для примера. Вот главная страница у нас пустая. Пойдем на главную. И просто напрямую я вставляю шорткод. Обновить страницу. Обновляемся. Вот файл, вот иконка, которую я выбрал. Вот размер 33 кВт. Название файла. Файл 1 вы помните. Прямо отсюда нажимаю скачать. И все. Правой кнопкой сохранить на компьютер. То есть данный файл без ограничений. Также я могу кликнуть по заголовку. Увидеть файл. Почему две картинки здесь? Потому что внизу это сама картинка, которая будет скачиваться. А вот эта, это обложка. То есть смотрите, вернемся в файлы. Зайдем сюда. Вот эта обложка. Удалить. Или другую ставите, или без нее. Обновимся. Тогда здесь нет вообще файла. Видите? Название файла, описание. Вот версия. То, что я вам говорил. Размер. Количество. Различного рода информация. И комментарий человек может оставить к данному файлу. Кнопка скачать. Все скачивается. То есть она открылась, можно скачать. Соответственно, смотрите. Тут кнопка зеленая. А тут кнопка синяя. Помните, я вам говорил про дизайн? Что вам будет легче потом определиться. Вот сюда. Вот они, зеленые и синие кнопки. Допустим, вот это будет, пускай, вот такая. Сохранить. Идем на сайт. Вот она меняется. То есть вы понимаете, да, принцип работы. Вам надо сначала собрать сайт с вашими файлами, а потом вам будет проще понять, где какой дизайн. А теперь давайте вернемся к загрузкам. Поговорим про различного рода интересные плюшки, так скажем. Например, давайте начнем вот здесь с шаблона. На что он влияет? Был вот этот. Я беру вот следующий. Обновить. Идем на сайт. Обновляемся. Здесь нет изменений, но если мы внутрь зайдем, видите, нет никакой информации, которую мы только что видели. Скорее всего, нам такой не подойдет вариант. Возьмем что-то еще. Default Templates. Обновить. Обновим страницу. Вот. Меняются местами поля. Кнопка, например, выше, а не сбоку. Здесь просто нужно все шаблоны посмотреть, какой вам больше просто визуально понравится. Вот, например, видите, все поля во всю колонку каркаса шаблона, кнопка скачать внизу. То есть просто для себя определите, какой вариант вам больше нравится. Ну, возьмем еще один вариант. Теперь давайте рассмотрим настройки блокировки. Три вида есть. Должен согласиться с условиями. То есть политика конфиденциальности пока не согласится, скачать не сможет. Здесь просто в поля пишите. То есть заголовок, если вы хотите повесить страницу, то есть, например, слово, чтобы было с ссылкой, соберите его здесь. Ну, то есть напишите здесь вот этот вот заголовок условия положения. Вот сюда пишите. Здесь вешайте ссылку на внутреннюю страницу с политикой. Пускай будет какая-то страница. Ну, пускай тут текст такой ни о чем. Просто покажу, как это есть. Переходим в тест. Вот эта вот ссылка с текстом вставляем здесь. И обновить. То есть здесь поле поддерживать ссылки. Вы вставляете. Условия положения текст. Здесь текст флажок принятия условий. Ну, вы не пишите, как я. Я просто отсюда скопировал. Здесь можно написать, поставьте там чекбокс для того, чтобы скачать данный файл. И после этого вот так это выглядит. Давайте я обновлюсь. Так, зайду на главное. То есть, смотрите, вот здесь вот будет ссылка на внутреннюю страницу. Вот я перешел на политику конфиденциальности. Я не могу скачать, пока не нажму вот здесь флажок. Кнопка появилась. Все. Данный файл могу скачивать. Так же и отсюда. Скачать. Всплывает окно. Чекбокс. Соглашать с политикой. И скачать. Если это не политика, то есть еще включить блокировку по паролю. Задаете пароль для файла. Давайте посмотрим, как это работает. Обновимся. Скачать видим. Нажимаем. Всплывает окно. Введите пароль. Специально введу неправильный пароль, чтобы проверить, как это работает. Видите, неправильный пароль. Еще раз. Теперь введу правильный пароль. Отправить. Все. Могу скачивать. То есть, очень все круто. Если это не пароль, то можно еще поставить настройки рекапча. Как я уже сказал, настроить ее здесь в глобальных настройках, подключив вот здесь вот Google Капчу. Точно так же вы здесь загружаете, есть ли у вас видеоконтент или аудио, или по ссылке добавляете. Так, давайте посмотрим. Вот у меня есть видеофайл. Выбираете. Можно защитить файл прямо здесь. Это MPEG 4 видео. И так далее. Давайте рассмотрим приложение. Дополнительное для... Вот дополнение. Переходим. Для Гутенберга. Перехожу. Кстати, вот они, видите, e-commerce. Я так полагаю. Я точно не могу знать. Но я предполагаю, что вы можете подключить дополнительный плагин и устроить коммерцию на сайте. То есть, некоторые файлы, например, у вас платные. Вот, например, есть PayPal Pro. Покупаете данный плагин. Он интегрируется с этим плагином менеджер загрузок, скорее всего. Но, к сожалению, здесь я не нашел русскоязычных плагинов. Давайте не будем отходить от темы. Я перейду в Free. Вот он, Gutenberg Blocks. Давайте нажмем отсюда прям Install. Нам пишут, пожалуйста, подождите. Нам говорят, что плагин успешно установлен. Нажимаем активировать плагин. То есть, дополнительный плагин для нашего Gutenberg. Далее переходим в запись или страницу. По плюсу. Сразу вам покажу. Мы с вами добавили один плагин. Самый низ прокручиваем. И вот здесь раздел есть Download Manager Blocks. То есть, здесь разные есть плагины для разных ситуаций. Например, вот этот. Выбираем. Это сразу файлы. Все ваши файлы, которые вы добавили. И даже критерий поиска. Нажмем обновить. Обновлю здесь. Здесь, единственное, смотрится не очень кнопка скомкана. Но я думаю, это можно настроить. То есть, здесь есть поиск по файлам. Есть сортировка по дате, по убыванию. И кнопка применить фильтр. То есть, здесь не просто внедрение одиночного файла, а сразу с фильтром поиска. Рассмотрим еще вариант. Например, есть Login Form, где можно поля, скорее всего, переименовать на русский. То есть, страницу свою регистрации на сайте за счет этого плагина можно сделать. Call to Action. Это призыв к действию. Тоже нам предоставляется возможность оформить благодаря одному единственному плагину для Gutenberg. И другие плагины. Просто нужно устанавливать, смотреть, настраивать. Я думаю, можно собрать очень крутой портал по медиа-загрузкам. Теперь вы понимаете, насколько этот крутой плагин имеет как бесплатные, так и платные очень крутые дополнения. Как только соберете сайт и разберетесь с его настройкой, вы переходите в загрузки, дополнения, и изучаете бесплатные варианты, которые вам подойдут. Вот такой получился немаленький видеообзор на данный замечательный плагин. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok